В Керчи установили памятный закладной камень музея героев Аджимушкая. Камень переместили на историческое место. В честь этого события у музейного комплекса прошел торжественный митинг, на котором присутствовали ветераны, представители власти, спортивно-патриотического клуба «Слава», гости и ночные волки. Как отметил руководитель Музея обороны аджимушкайских каменоломен Владимир Симонов, этот камень установили выжившие аджимушкайцы, которые поняли, что лучшей памятью для их погибших товарищей станет создание подземного музея. Вот тогда, в 65-м году, был установлен вот этот камень, стоящий за моей спиной, как символ их надежд и намерений. Музей был создан и буквально через несколько лет стал известным на всю страну. А камень постоял и о нем забыли. Он как бы выполнил свою роль. Мы решили перенести этот камень на площадку перед мемориалом. Пусть он стоит здесь вечно и является здесь символом и напоминанием о воплощенной мечте и оплаченных моральных долгах. Основатель спортивно-патриотического клуба «Слава» Вячеслав Тимошенко поздравил ветеранов, присутствовавших на празднике. Спортивно-патриотический клуб, дети, которые в нем занимаются, мы всегда будем помнить, ценить и никогда не забудем. И хочу сказать, что нам не все равно. На церемонии открытия выступил народный артист РСФСР Анатолий Кузнецов, который поблагодарил ветеранов и сказал, что рад побывать на священной Аджамушкайской земле. Дорогие ветераны наши, вы своими героическими поступками, своими действиями дали возможность дальнейшей жизни на этой земле, дальнейшим поколениям продолжать счастливо жить и строить свои планы и выполнять их. Дорогая молодежь, я хочу вам пожелать прежде всего здоровья, здоровья и счастья в дальнейшей жизни. Все в ваших руках. Ветеран Михаил Петрович Радченко, участник боевых действий в Аджамушкайе, напутствовал присутствовавших. Вы запомните, что Родина это мать. Мать может быть богатой, мать может быть сильной, обаятельной, но может мать быть и слабой, побитой, истощенной. Но она мать, ее нужно любить. Я пожелаю вам доброго здоровья, большого личного счастья, успехов в жизни, учебы. И пусть никогда не повторится это трагическое время, время войны, что видело мое поколение. Также на праздник приехали байкеры из клуба «Ночные волки». Руководитель клуба Александр Хирург выступил с короткой речью, который отметил, что несмотря на границы и разные государства, всех объединяет одна общая победа. Дорогие ветераны, я поздравляю вас с 9 мая, с Днем Победы. Я хотел бы сказать вам, что вы воевали не только за этот город, вы воевали за страну. После того, как выступили все гости, Вячеслав Тимошенко и Анатолий Кузнецов перерезали красную ленточку. Затем бегуны отправились преодолевать 10-километровую дистанцию, а зрители смотреть реконструкцию боя за колодец жизни. Продолжение следует...